В столице Восточной Сибири мы говорим тебе доброе утро! Мы говорим тебе бодрое утро и ударного вам дня! Это утреннее шоу-барабан с Сергеем Ватяковой и Янной Колотеевой! Танцуйте, друзья, потому что сегодня пятница! И потому что сегодня мы говорим о танцах! Первый в мире устойчивый танцпол открылся в 2008 году в клубе ВАД в Роттердаме! А что же в нем было необычного? Собственно, в плитку были в полу вмонтированы пружинки, которые были подключены к генераторам! Чем сильнее люди танцевали, тем больше пружины сжимались, вырабатывали энергию и она поступала в светодиодные фонари в полу! А мы вам предлагаем уже прямо сейчас начать-таки вырабатывать скорее энергию, постучать ножками по полу и зарядиться на весь день, с чего начинается любая тренировка или репетиция! С разминки, так же как и наше утреннее шоу и само утро в целом! Разминка! Доброе утро! Меня зовут Виктория, я тренер спортивного клуба Атлетика! Неделя подходит к своему завершению. Сегодня я предлагаю рассмотреть комплекс, который следует выполнять в конце тренировки, так как он содержит упражнения, которые позволяют растянуть мышцы, работавшие во время вашего тренинга. Первое упражнение, которое мы будем делать, наклоны головы в сторону. Рука сверху на голову. Другую. Вперед. Легкое давление руками. Назад. Для того, чтобы потянуть мышцы спины, нам необходимо внести руки вверх, правой рукой взять левую руку и выполнить наклон в правую сторону. При этом левую руку необходимо тянуть диагональ и вверх. В другую сторону. Для растяжения мышц спресса мы будем выполнять небольшой наклон в грудном отделе позвоночника назад, при вытянутых вверх руках. Тянемся вверх руках. Следующее упражнение. Мы будем выполнять растяжение передней поверхности бедра. Для этого необходимо встать на левую ногу, правую согнуть, обхватить руками сзади. Для того, чтобы почувствовать хорошее растяжение, выведите таз вперед. Другая нога. Теперь перейдем к растяжению ягодичной мышцы. Для этого правую ногу вы ставите чуть выше колена, на левую ногу и выполняйте небольшой наклон вперед. Другая нога. Теперь выполним растяжение мышц рук. Для этого правую руку мы выводим в сторону, левой рукой прижимаем ее к телу. Плечо правой руки направляем вниз. Левая рука, плечо вниз. В завершении мы растянем заднюю поверхность наших ног. Для этого выполняем наклон с прямой спиной до параллели с полом и сильно тянемся руками вперед. Встаем на левую ногу. Правую ногу прямую ставим на пятку и выполняем наклон. Берем себя за носок и подтягиваем его, растягивая икроножные мышцы. То же самое на другую ногу. Наша заминка подошла к концу. Отличных вам выходных и до новых встреч! Ну что ж, когда мы размялись, можно и поесть. Конечно, еда, кстати, тоже может весьма эффектно пританцовывать, когда тебя увидят. Может быть, это только в том случае, когда это уже больше ракфор или дарблю, чем свежая еда. Ну нет, в Японии, например, подают танцующих осьминогов. Сначала моллюск сидит спокойно, но когда начинаешь поливать его соусом, он начинает дергать щупальцами. Я не знаю, как можно было бы это съесть. Мне кажется, я только-только думаю об этом. У меня бы никогда не поднялась рука, чтобы засунуть и положить в рот. Ну и название этого блюда, кстати, очень звучное. Одоридон. Ну это почти как Рон Дон Дон. Ну очень близко. Кстати, танцы эпохи Возрождения часто исполнялись во время застолья и очень тесно перекликались с меню. А какие танцы предшествуют блюдам у Игоря Бялуса, мы совсем скоро узнаем из рубрики «Угарный завтрак». Доброе утро, друзья! Я надеюсь, что вы уже проснулись. Мы, например, с Сергеем уже давно на ногах и уже трудимся на нашей утренней кухне. Сергей Михно, шеф-повар кулинарной студии «Анетти». Доброе утро! Доброе утро! Что, Сергей, сегодня мы будем делать, над чем будем фантазировать, чем будем удивлять? Ну что ж, сегодня я выбрал опять нестандартный завтрак, кодовое имя «Королевский омлет». Ммм! Король. Король, вечеринка и прочее, прочее. О, окей. Ну что, давайте. Что у нас? Что мы будем с вами готовить, друзья мои? Давайте посмотрим. У нас с вами есть, ну, естественно, так как это омлет, это яйца, понятно, да? Водичка. Водичка нам потребуется, потому что мы не используем молоко. Это тоже отдельная своя фишка, мы там можем поговорить. А паприка, а специи, конечно же, цукини нам потребуются. И что же делает этот наш утренний омлет сегодня королевским? Это, правда, не совсем королевский, но все-таки... Ну, кривитули! Ну, кривитули, да. Кривитули. Итак, с чего начнем? Цукини, да, я вот подготовил уже, буквально начал. Такие очень тонкие, ну, назовем это паста, либо это папардели из цукини свежих. Не нам потребуется, и просто можно еще раз показать, как это делается, да? Пожалуйста. Давайте хорошего пробуем. Давайте лучше вы. Цукини. И просто, кстати, нож для... Чистки картофеля? Он же, либо овощечистка. И проводим уверенным, резким движением. И получается такая папардели. Да. Похоже на название напитка одного. Все, на самом деле, остальное просто гениально, как всегда. Два яйца разбиваемся. Два яйца разбиваются в чашку. Позвольте я. Вот это уже могу я. Отлично. Я же, тем временем, включаю жарочную поверхность, да, это будет наша классическая сковорода. Опять же, олдскульная, как уже мы договорились. Два яйца есть. Есть. Примерно, примерно, две столухушки воды туда. Туда же мы с вами добавляем сейчас креветки. А, сразу же? Все замешиваем. Мы взбиваем вместе, да, все? Да. Так, у меня полностью готово все. Креветки там есть. Ну, теперь можно все это хорошо перемешать. Здесь не нужно взбивать какую-то пышную консистенцию. А, просто тут, да, просто перемешать. Сливочное масло. Мы будем жарить на сливочном масле. Я добавляю на жарочную поверхность. Во-первых, креветки тоже очень полезны для мужского организма. Соль можно сразу добавить, буквально щепотку, смелее. Паприки точно так же. Паприка сладкая, не острая. Так, 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 ага. И туда же мы отправляем наши папардели из тушки. Туда же? Туда же, все туда же. Прямо рукой? Конечно, конечно. Это завтрак, 15 минут на завтрак, да, максимум в домашних условиях. Более чем достаточно, поэтому это не должно быть что-то сложное, верно же? Конечно. Должно быть очень быстро, в то же время вкусно, сытно и удивительно. Все, отправляем все это на уже растопленное горячее сливочное масло. Супер, супер. Отлично. И, как мы видим, омлет сразу начинает схватываться. Я здесь уже маленько помогу. Делаем такие легкие движения руки. Причем, обратите внимание, я сконцентрировал креветки, да, как бы с одной стороны. Потому что хотелось бы, хотелось бы затем часть, да, вторую половину облета закрыть и подать. Да, да, все верно. А, понятно. Поэтому креветки с одной стороны. Да, да, да. Сукини тоже. Готово. Что нужно сделать сейчас? Поставить тарелочку сюда. Поближе, да? Отлично. Теперь нужно нам с вами, возьму, инструмент понадежнее. Угу. Чувствуется по запаху, что омлет готов. Да. Кстати, обратите внимание, да, он слегка еще такой в центре, вот такой еще жидкий, да? Такой не схватился. Да, 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 все правильно, не переживая, почему, потому что процесс приготовления еще не закончился, то есть пока мы будем выкладывать, он дойдет. Ух, ух, ух. Итак, омлет готов. По мне вообще все получилось, я вот не вижу, что прямо вот. Выкладываем аккуратно, можно помочь, вот так нежно. Чтобы он вышел. Нежно. Ага. Замечательно. В принципе, да, не так все страшно, но хотелось бы попробовать улучшить вид. Тарелочку можно попросить? Да, пожалуйста. Ага. А зачем вторая тарелка себе? Вспомнилось мне классическое французское блюдо, которое называется, это десерт тарт-татен. Что переводится как с французского, вверх ногами, да, то есть перевертыш. Накрываем крышкой. И потом? И делаем тарт-татен. Опа. Ну что ж, посмотрим, что получилось. Будем подавать нежно, аккуратно. Слушайте, да? Ребята, вот, вот и в принципе. Последний штрих. Тунец. Мы посыпаем стружку на горячую, на горячий омлет. Ой, она вообще прямо такая легкая, легкая. И он будет у нас танцевать сейчас. Да, ну, это прям побольше, побольше, больше отлично. По всему. Ага. Все. Ну и не забудьте добавить красненького для аппетита, потому что красные помидорки, они провоцируют аппетит. Доброго и хорошего, а главное, вкусного вам утра. Вакансия мечты для шеф-повара. Если вы творчески подходите к своему делу, умеете работать в команде, грамотно говорите, артистично, имеете чувство вкуса в буквальном смысле, мы будем рады сотрудничеству в Анете. Ждем вашего звонка. 90-70-20. Доброе утро, дорогие друзья иркутяне, гости нашего города. На календаре 3 февраля 21 век. И на 3-4 мы начинаем танцевать. Мы говорим о танцах. В 16 и 17 веках образцом салонного танцевального искусства было не что иное, как минуэт. Историки танцевального искусства считают минуэт танцем королей и королем танцев. А на рубеже 18 века в аристократическом обществе считалось, что те, кто хорошо танцует минуэт, делают абсолютно все хорошо. Но это только в России и Европе, друзья. Но это никак не относится, кстати, к малочисленным народам. Например, королем танцев в Перу считается танец с ножницами. Причем ему нигде не обучают. Чтобы удивлять зрителей этим необычным по технике па, нужно родиться в Андах, в окружении вдохновляющей природы. Желательно 4 века назад. И с детства наблюдать за тем, как отплясывают твои латиноамериканские друзья и родственники. Ну, возможно, именно поэтому танец с ножницами не так давно ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия человечества. А какие танцы любят сегодня у нас в Иркутске, мы узнаем из нашего опроса. Ну, в детстве я классику танцевала. Брейк-данс, потому что у меня начиналась с этого танцевальная карьера. Ну и, в принципе, у меня балет, ча-ча-ча, электро-буги, стиль робота. В общем, очень много стиль видов танцев есть. Я думаю, вальс самый такой популярный, он более такой красивый. Еще танго, оно как бы мне нравится. Хип-хоп, наверное, самый популярный, самый любимый. Хип-хоп танцую. Знаю, танго, ча-ча-ча, вальс. Я очень люблю танцы звота, именно турецкое направление, так как с детства ими просто занимаюсь, поэтому очень люблю. Ближе мне все же джаз-бродвей. Мне нравится лизбинка, очень красивый. Танго, вальс, фламенко, сальса. Возможно, я знаю, что еще не могу вспомнить, но самый любимый, который я знаю, вальс. Друзья, доброе утро! Чтобы отлично выглядеть, всегда чувствовать себя хорошо и быть в тонусе, нужно почаще посещать фитнес-клубы и шейпинг-залы. Например, отправиться к нашему спонсору в шейпинг-клуб «Идеал». Там целых шесть оснащенных залов в разных районах города. Успеете и из дома, и с работы. А также самое время начинать готовиться к купальному сезону. Друзья, доброе утро! Вы можете прямо из кровати начинать танцевать, ведь мы сегодня говорим о танцах. В Италии танец Тарантелло считался лучшим и даже единственным средством извлечения тарантизма. Это безумие, вызванное укусом тарантула. И в связи с этим, кстати, еще в 16 и 17 веках по Италии даже странствовали специальные оркестры, которые играли музыку и под эту музыку, собственно, и танцевали больные тарантизмом. Ты знаешь, ведь говорят, что танец лучшее средство от любых болезней. А вот для тех, кто болен танцами, ну, естественно, в хорошем смысле этого слова, сегодня существуют не специальные оркестры, конечно, а специальные проекты. Ну, например, танцы на ТНТ. И мы уже слышим музыку, ты слышишь, да? Ну, конечно. Мы уже чувствуем зажигательный ритм, потому что вот-вот у нас в гостях, кажется, один из участников крупнейшего российского танцевального шоу. Встречаем! Друзья, доброго утра! И самое время взбодриться, ведь у нас в гостях участник танцев на ТНТ Евгений Лохов. Евгений, доброе утро! Всем здравствуйте, всем привет! Потанцевал уже с утра? Нет, я с утра только искупался в Байкале. Слушай, расскажи, вот как у танцора начинается день? Какой-то специальный обряд, чтобы там растянуть все мышцы и так далее? Ну, вообще, сначала, то есть, ну, как у всех обычный день. То есть, я встаю, умываюсь, завтракаю, ну, и потом по графику, то есть, смотря у кого. А сколько тренировок в день проводит, вот, могу же называть тебя, наверное, уже профессиональным танцором. Профессиональный танцор, конечно. Сколько тренировок в день, вот, у футболиста бывает там вечернее, утреннее, сколько занимается танцор? Сколько у тебя? Ну, каждый выбирает по-своему, у меня лично, то есть, у меня сейчас такой график, у меня 5-6 тренировок в день. Я не преувеличиваю, серьезно. А по сколько времени они длятся? Полтора часа, час-полтора. То есть, я, ну, сейчас конкретно целенаправленно, у меня есть, ну, цель, задача, то есть, я посвящаю себя, ну, себя только этому. Я не работаю. То есть, ты просыпаешься и с утра до вечера в день тренируешься спереврой? Да, с самого с утра, то есть, у меня каждый день, да, ну, тренировки. То есть, у меня, ну, определенный график, расписание, вот, и я посвящаю себя. Слушай, расскажи, поделись, пожалуйста, целью. Чего ты хочешь достичь? Вот невероятно много проводя времени в танцевальном зале. Мне кажется, успеха и популярности, может быть, испытать еще раз судьбу и попробовать. Нет, ну, может быть, есть более... Глобальные? Ну, конечно, я не хотел это говорить, но я хочу еще раз попробовать, ну, в четвертый сезон поучаствовать. Именно поэтому я, ну, решил переехать в Москву и... Прокачаться в этом вопросе. Да, прокачаться, то есть, у нас там, ну, больше возможностей, больше, там, можно получить опыта. Ну, конечно, Москва такой город, где огромное количество специалистов, наверное, со всего мира, со всей Европы. Я думаю, что все получится. И, ну, самый главный вопрос вообще, я думаю, который волнует многих танцоров и многих телезрителей, сложно ли попасть в проект, вот, именно, чтобы попасть хотя бы в кастинг, да, чтобы тебя увидели по телевизору по всей стране. Такой путь войны, расскажи нам, как он. Что нужно для этого сделать? Ну, на самом деле, ну, судя по моему опыту, нужно быть персонажем. То есть, нужно отличаться от всех, чтобы была какая-то изюминка, то есть, ну... Бросаться в глаза. Да, бросаться в глаза, либо круто танцевать. То есть, здесь два варианта. То есть, либо ты круто выглядишь, либо круто танцуешь. Да, либо создаешь какой-то интересный номер, образ, ну, который не как у всех, либо танцуешь круто. Тоже не как все. Ну, мы это видим, наверное, на самих выпусках самой уже передачи, где видно, там же голосование идет, да, за... Голосование же идет за людей. И часто сами наставники говорили, типа, ребята, вы за кого вообще голосуете? То есть, люди голосуют за понравившихся людей, именно внешне, визуально, образ, может быть, крутой танец. Я имею в виду, может быть, номер был крутой, а танец технически не такой уж и сложный. И наоборот, есть человек, у которого там образ обычный, ну, вот в контемпе, да, а не просто в трикошечках каких-то, да. Ну, или в таких-то плаччках. Но, тем не менее, номер невероятно сложный с технической точки зрения. И, по идее, это было больше молодец вот тот, кто танцевал. Но это ведь только хореографа. Нет, просто здесь отличие в чем. То есть, изначально смотрят хореографы, а не зрители. То есть, они отбирают себя в команду. В этом отличие. А зритель уже по-другому смотрит. То есть... Зрители все равно больше. Главное попасть в команду, а там дальше уже посмотрим, там, как пойдет, да, по ситуации. То есть, там уже... А вот такой вопрос. Какое направление все-таки ты считаешь выигрышным? С каким направлением нужно идти на кастинг, чтобы пройти, чтобы тебя взяли в команду или тебя взяли вот в эти кастинги, да, которые... Ну, или как минимум заметили. Да. И должно ли это быть несколько направлений или достаточно хорошо владеть одним? Вот как ты считаешь? Ну, вообще нужно идти с направлением стен, с которым ты полностью уверен. Ну, то есть, если ты профессионально танцуешь, лучше идти с ним. Не надо так делать, что, например, я станцую хип-хоп средненько, а потом вдруг я выстрелю, там, не знаю, в контемпе, буду классно. Можно не дожить до этого. Да, можно просто, ну, просто вылететь и все, и не будет такого шанса. То есть, надо идти целенаправленно, ну, с тем, что у тебя лучше всего получается. Ну, на примере с тобой у тебя здесь такая квинтэссенция всего. Здесь и ты танцевал с номером, со стилем, с тем, что у тебя хорошо получается. И пытался, по крайней мере, ты пытался запомниться, как-то так зацепить. Расскажи, что это за стиль, что за образ и какой танец, кстати. Ну, то есть, смотрите, у меня подход такой. То есть, я закончил театральное училище. Иркутское. Иркутское, да, театральное училище. У меня образование актер Домащийского театра и кино. И, то есть, я создавал именно танец, чтобы там была тема и идея. То есть... Драматургия, прямо такое. Драматургия, да. То есть, это был спарринг с невидимым партнером. Бой с тенью, так называемый. Бой с тенью, да. Вот только вот в плане, ну, как борьба. Так. Вот. У тебя был костюм необычный. Да. Костюм, ну, самбиста. Костюм. Кимоно. Кимоно сам. Ну, какие-то, шорты. Вот, кимоно. И, получается, я сделал этот образ. Ну, и то, что я умею, контемп, я решил совместить. Начал импровизировать просто, начал тренироваться. Ну, и потихонечку что-то получалось. Одно, второе. И вот и вылился в такой танец. Музыку искал я тоже, как бы, недолго. Просто понравилась музыка. Зацепил трек, и все, я решил под него ставить. Главное, упляло, чтобы... То есть, танец родился, а получается, в процессе импровизации? Да. Ну, я сделал за 4 часа танец. Так. И больше, то есть, я съездил на кастинг в Красноярске, и больше я его не менял. То есть, я как приехал, то есть, я там немножко... Оттачивала. Оттачивала, да. Но я больше ничего не менял, то есть, как бы, все устраивало. Окей, ну, я тебе скажу, что я смотрел твое выступление по телевизору, и у меня большая... Моя жена большая поклонница этой истории, и все, что связано с танцами. И она прямо мне говорит, смотри, смотри, что происходит. Чувак в кимоно там танцует, что-то невероятное. Это было здорово. По крайней мере, с точки зрения... Это было здорово. Попал, взяли тебя вот с предварительного кастинга, взяли на кастинг дальше в проект. Соответственно, надо лететь либо в какой-то другой город, где этот кастинг проходит, либо в Москву дальше на проект. С финансовой точки зрения, ты сказал, что ты не работаешь. Кто берет на себя финансовые вот эти обязательства, привезти билеты из Иркутска крайне недешевые? Ну да, то есть это все берет, ну сам проект все оплачивает. То есть билеты туда-обратно, проживание, гостиница, то есть все оплачивает полностью, все расходы. То есть от артиста нужен чистый талант, желание, желание работать и танцевать. Круто. То есть они как бы все условия, да, все условия прямо... Создают, создают. А сколько по времени длилось вот твое там пребывание? Мое пребывание, так, недели, наверное, полторы. То есть это все так быстро происходит там, да? Да, там все быстро. То есть мы сначала приехали, ждали там другие города, потом у нас был просмотр на хореографа. Хореографы там кому-то обрезали музыку, кого-то прям полностью меняли там танец, да, было такое. Вот, ну и все, и потом были, ну как съемки, приезжали в главкино и снимали все. Слушай, а вот такой вопрос. Ты прошел кастинг, да, который вот этот общий среди городов. Что дальше? Вот происходит отбор именно в команду. Начинается самый вот этот волнительный, самый такой интересный. И приятный момент. Да, ну и приятный, конечно. Что происходит дальше? Ну, на самом деле, волнительный момент там всегда волнительный момент, потому что огромная конкуренция, ну, много участников, ну, и все крутые танцоры. Там, как дальше? Я дальше просто не прошел, я не знаю, что дальше. Ну, ты дошел все равно до определенного этапа. Ну, до второго тура, да, дошел. Ну, то есть, все, там мы показались, нам сказали да, нет сразу, там кто-то, конечно, спорил, кто-то не спорил. Ну, каждый принял. А ты спорил? Нет, я не спорил, я на самом деле был не готов. Ну, это только злить надо, мне кажется, только можно разозлить. Нет, на самом деле нет, если ты чувствуешь, что ты, ну, реально крутой танцор и что ты уверен, что ты, ну, то, что ты делаешь, ну, на сто процентов, конечно, можно поспорить. Я на самом деле был не готов, я рад, что меня убрали, ну, сейчас я, то есть... Что не выяснилось перед зрителями, что ты не готов. Ну, да, то есть, я сам знаю, что в хип-хопе я там не очень, и именно поэтому, как бы, я пошел дальше, ну, и начал дальше развиваться. То есть, одного направления все-таки недостаточно, нужно идти полностью прокачанным в разных стилях. Ну, либо ты невероятный персонаж, и тебя за, что называется, за красивые глаза, как-нибудь там хореографы поставят тебе худо-бедно другие направления непрофильные, да, и ты доберешься, там, доскребешься до какого-то этапа. Слушай, ну, ты сказал, что ты будешь пробовать свои силы дальше, верно? Да, верно. Нам очень приятно видеть в телевизоре на таких больших проектах наших земляков, родных людей, иркутян. Мы желаем тебе успехов, но вот ты сейчас уже понимаешь, что с одним направлением, да, далеко не уйдешь. Конечно. Ты сейчас работаешь над собой, верно? Да. Ты собираешься в четвертый зону, он будет вообще четвертый зону? Ну, наверное, да, скорее всего, будет. Даже если он не будет, я не расстроюсь, потому что я получил огромный опыт, да, у меня, как бы, есть чем заниматься даже здесь, если я вернусь обратно, ну, мне есть чем заниматься. Окей, ну, а чем ты занимаешься в Москве? В Москве я просто тренируюсь. Каждый день, да. У меня даже в воскресенье вот даже одна тренировка есть, то есть у меня каждый день тренировки. А вот ты выбрал, как я знаю, про танцы, да? Это, получается, что-то вроде зала для тренировок, где хореографы станцев на ТМТ приходят и преподают, либо еще посторонние какие-то хореографы? Там есть и хореографы станцев, и есть другие. Ну, там, как бы, самые лучшие. То есть в своих направлениях они лучшие. Ну, я хожу в другие, там, балетную школу, там, то есть классический танец, я в другом месте. А, то есть ты даже и классику затрагиваешь? Да, ну, то есть я максимально прям во всем. Ну, это здорово. Слушай, мне кажется, что через год Женя будет универсальным солдатом, универсальным танцором, будет танцевать абсолютно везде. Ну, это тот самый человек, которого не желают видеть. Мы уже будем приглашать его на все наши городские праздники, как уже состоявшуюся звезду федерального масштаба. И если уже не найдется время. Мы очень на это надеемся и желаем, конечно, тебе в этих начинаниях успехов. Удачи. Ну, а вот увидел Мигеля-то с Егором главных трудов? Как впечатление? Как впечатление. Ну, сначала состояние такого шока, потому что, ну, вроде ты их всегда видел. С открытым ртом просто. Да, на картинке, то есть в телевизоре, а здесь вот они стоят перед тобой, с тобой разговаривают. Ну, конечно, шок такой. Но, на самом деле, нормально, то есть, и нормально пообщался с ними в эфире, даже пошутил, если вы помните. Да-да-да, было дело. Да, раздеваться под музыку. Ну, как бы, сейчас я Мигеля вижу часто. Какой он в жизни? Такой же, как по телевизору? В жизни он простой, на самом деле. То есть, он со мной здоровается, спрашивает, как дела. Да? Да, то есть, нормально. Не звезда, так скажем, а адекватный человек, верно? Ну, я, если честно, не заметил, чтобы он так, ну, может, дед-то, конечно, он звездит, но в данном случае, то есть, он со мной нормально разговаривает. То есть, в общении с людьми, со своими учениками. Хорошо, общаются. Видел как-то Егора, тоже ходил на проект там в Москве в один, набирали на мюзикл. Тоже с ним пересекался, он мне тоже узнал, поговорили немножко. А ты бы в чью команду хотел, к Мигелю или к Егору? К Егору, я бы все, к Егору. Вот если бы меня спросили, я бы тоже к Егору, я бы почему-то больше ему импонирую. Я его танцовать не умею, но я бы к Егору бы пошел просто в его бы команду. Ну да, а Жень, вот направление, какое сейчас самое популярное? Многие раньше приходили именно с контемпом, сейчас что выбирают? Ну, также остаются два направления, это контемп и хип-хоп, два основных направления. Ну, то есть, если ты умеешь то и то делать, как бы тебя, скорее всего, точно возьмут. Ну, мы уверены в том, что через небольшой промежуток времени ты будешь прокачан во всевозможных направлениях и контемпоре. И создашь свое. Да, локинг, хип-хоп, классический танец, бальный танец, ну, все, что возможно. Мы желаем тебе успехов и очень рады, что на сегодня ты присоединился к команде Барабана. Спасибо тебе большое, друзья. Спасибо вам. У нас в гостях будущая звезда, участник третьего сезона проекта «Танцы на ТНТ» Евгений. Жень, спасибо большое. Спасибо вам, Жень. Отличного дня тебе. Хорошего настроения. Спасибо вам тоже. До свидания. Мы продолжаем барабан Яна Колотеева, Сергей Ватяков, «Танцы, танцы и только танцы». Танцуют все, как говорится. И в русском языке есть такая хорошая крылатая фраза, которая звучит как вторая часть марлезонского балета. Ян, ну что обозначает эта фраза? Ну, так говорят о неожиданном каком-то развитии событий или с иронией, например. А возникло, кстати, это выражение из телевизионного фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Мне же кажется, иногда это выражение используют еще и для обозначения длительного и скучного мероприятия. Ну, может быть. А вот знают ли иркутяне, что такое вторая часть марлезонского балета? Узнаем из нашей рубрики «Исподвыпадверта». Вторая часть какого-то балета. Вторая часть, что там, там Сатана, наверное, был какой-нибудь? Вторая часть чего-то, как бы, следующее, что-то просто первого. Может, это что-то сложное, и эта вторая часть, это вот, то есть, типа, еще сложнее будет. Та часть, которую никто никогда не смотрел, думаю. Друзья, доброе утро! И если мы говорим о танцах, то мы никак не можем не вспомнить классику дискотек прошлых столетий, то есть балов – это полонез. А полонез – это торжественный танец шествия в умеренном темпе, родом из Польши. Исполнялся он обычно, конечно, в начале бала. А вот, кстати, танец «Полька» к Польше отношения никакого вообще не имеет. Тем более, что это вообще чешский танец. Название произошло от чешского слова «половина», так как размер «Польки» – две четверти. А «Полька» у меня ассоциируется, кстати, с детскими утренниками, когда вот эта вот живая, забавная музыка. Тут воспитатель говорит, детки все стали по парам, мальчик-девочка. И полонез, кстати, тоже такую же ассоциацию вызывает. Значит, вот так беремся за ручки мы с тобой и выходим. И отлично вышагиваем. Полонез, кстати, стал первым танцем, которому научился Петр I, находясь в немецкой слободе. И хорошее дело, потому что вообще раньше, с самого детства, помимо наук и музыки, ребятишек еще обучали и классики бального танца. А знают ли нынешние дети, что такое полонез или майонез, как они называют, узнают из нашей рубрики «Детское время». Это польский торжественный танец, где девушки надевают пышные платья, а мужчины в раке. Майонез – это такой майонез или соус. Наверное, это какой-то быстрый и веселый танец. Полоньез – это, может, итальянское блюдо. Я думаю, что танец, но не русский. Какой-то город или магазин в Европе. Булочка или салат какой-то, или животное какое-то. Дорогие друзья, просыпайтесь, просыпайтесь каждый день вместе с Аистом, вместе с нами. Вместе с танцами. Многих наверняка, кстати, мучает вопрос. Если, допустим, я никогда вообще не танцевал и не знаю, как правильно даже делать, вышагивать танцевальный шаг, могу ли я начать заниматься танцами прямо сейчас, вот уже в сознательном взрослом возрасте? Или танцы только все-таки для профессионалов, которые с самого детства стоят у станка, тянут ножки? Нет, Ян, я думаю, ты не права. Танцевать может и должен совершенно любой человек. Тем более, даже где-то говорят, что если вы никогда не танцевали бачату, то вы не танцевали вообще. А между прочим, бачата, кстати, это социальный танец, доступный абсолютно всем. А более подробную информацию об этом узнаем у наших утренних гостей. Итак, 7-8, встречаем! Друзья, доброе утро! Мы продолжаем танцевать и говорить о танцах. У нас в гостях Александр и Анастасия из танцевальной школы Авенида. Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! И сегодня мы разговариваем о танцах и уже находимся под впечатлениями, сколько же существует разных стилей, направлений. Но вы представляете особый вид, особый класс танца, на мой взгляд... Который доступен не только профессионалам, но и любителям. Которому человеку называется это направление, если я ошибусь, вы мне поправьте, социальные танцы. Что такое социальные танцы? Да, социальные... Кейс, байле социаль. Байле социаль, где люди в коммун... Говори по-испански. Сейчас переведу. Социальные танцы это такое место и такое время, когда простые люди, например, продавец магазина или автомеханик, встречаются, танцуют, общаются, получают удовольствие. И это именно не только для профессионалов, сколько для простых людей, для нас с вами. То есть уровень подготовки, танцевальный опыт, это все не важно. Я хочу танцевать, я пришла в социальные танцы и танцую. Вы пришли в школу, учитесь и танцуете. Хорошо, а не важно, что вы до этого делали. Это прекрасно. Какие направления мне хочется? Многих различных людей объединяет вот такое направление, как социальные танцы. Это действительно средство, наверное, общения, коммуникации какой-то, установки контакта, ну и прекрасное времяпрепровождение. Откуда корни свои несет социальный танец? Вот у нас, например, когда встречаются, как вы сказали, продавец и механик, они в основном за столом поют, но это, наверное, самое близкое для русских. А вот откуда пришла... Социальные песни. Социальные песни. Сейчас прокомментирую Сергея вам и переведу Алексу. На самом деле, если мы вспомним, раньше мы не только пели, то есть русский фольклор, мы всегда танцевали. Хороводы. То же самое, то есть тоже фольклор, только не русский, а немножко поюжнее, пожарче. Донде сон раисис де вайле социалис? В Латинской Америке есть различные... И поскольку Америка это континент, который был колонизирован в свое время, Испанцы, это африканцы, которые были в то время, как рабы привозились, и непосредственно сами аборигены. То есть это такой микс, откуда родились разные танцы. Есть, например, Аргентина, это место, где родилось, где цветет, где живет, родиндинская танго. Да, конечно, и любви. Это все. Это все, действительно. Затем это сальса, то есть поэзис де сальса, он... Ну, тогда мы можем поговорить о двух больших сегментах. Те, например, в сальсе есть достаточно большое влияние африканское. И те, которые имеют большую влияние европейское. И европейское. А правда ли говорят, что бачату раньше танцевали люди, ну, так скажем, не из высоких слоев общества, не из высших слоев общества, и они танцевали о своих страданиях и под вот эту музыку о страданиях. И ки байлярун суфриендо, альго, не знаю. Ну, в реале, это апплика для всех байлеров социальных. Альф говорит, что, в принципе, эта идея для всех социальных танцев присутствует. То есть, все социальные танцы родились вот с тех самых низов, не самых высоких. Люди работали и хотели просто... Ну, тоже веселиться, а то сказать. То есть, если мы возьмем танго, то это сейчас танго считается как бы танцем высшего общества, который пришел в салон в середину 20 века. Но раньше это танец самых-самых низов, и долго он не принимался, потому что это было, ну, как бы посыдно. Вычурно немножко. Это было посыдно, это было с дурным тоном, и потом, только пройдя через Европу, танец вернулся в Аргентину и стал завоевать мир, и уже совсем другую позицию приобрел. Но, в принципе, все социальные танцы – это танцы простых людей. Автомеханик – это очень простой человек. То есть, автомеханик может легко станцевать бачату или сальсу в перерыве, да? Еще как. Победен в перерыве. Ладно знаешь наших автомехаников. Это, на самом деле, не шутка, потому что, если вы приедете в Алтинскую Америку, вы увидите, что оттуда, например, если это сальса страна, там, та же самая Коломбия, Куба или что-то еще, там отовсюду звучит музыка сальса. Это фитнес-клуб, парикмахерская, маршрутка. Я вот согласен с вами, сколько ни смотришь сериалов, фильмов, каких-то новостных включений, и мне вообще кажется, что весь материк Южной Америки немножко пританцовывает на планете и двигается к нам. Все-таки я нахожу много общего, вы так не считаете, Александр? Много общего между Россией и Латинской Америки. Ты понимаешь? Да, это были мои первые впечатления, когда я приехал в Россию. Олег говорит, что это его первое впечатление было, когда он приехал в Россию, что есть много общего. Да, я не буду в деталях, но мне кажется, что ciertas diferencias политики, которые есть в манеже информации, не позволяют, чтобы la cultura de Латинской Америки и Руссии, не позволяют быть лучше. Не позволяют? Не позволяют, да. Олег говорит, что мы друг друга, хоть и не очень знакомы, благодаря СССР, коммунизму и железному замену долгое время, но тем не менее у нас действительно есть очень много общего. И мою впечатление, когда я приехал в Россию, что, в самом деле, мы имеем много общего, связанные с relation с семьей, у нас действительно есть какие-то вещи, например, наша связь с семьей, то есть вот эти семейные узы. Ну, все, какие-то вещи relacionаны со всей страной детей в наших в доме, это что, в целом, мне очень правило потянулись в Латинской Америке. Ну, в целом, семейные ценности, которые у нас присутствуют в России, они очень, скажем так, привержены и в Латинской Америке. Конечно, наш климат совершенно разный, и поэтому мы ведем себя тоже по-разному. То есть, если, например, типичное положение русского лица такое, но мы просто он заорвали, мы спешим домой, чтобы, извините, согреться. Что у нас полгода минус 25. И нас это особо радует. Да, и поэтому, например, в Латинской Америке, соответственно, ведут себя люди более открыто. Но когда мы друг другу знакомы, сейчас мы знакомы, мы уже более открыты. Представьте, что, например, самую жаркую неделю у нас в Иркутске есть такая. Как вы чувствуете в эту неделю? Представьте, что у вас весь год вот эта самая жаркая неделя. Надо заслужить такое ощущение, такие впечатления. Мне кажется, не все бы себя очень хорошо чувствовали, если бы весь год было жарко. Мне кажется, нам все равно что-то будет не так с нами. У нас летом, когда жарко, вот самые жаркие недели, мы хотим поскорее, чтобы прохладно стало, потому что невозможно скрыться от солнца. Минус 30 стукнет. Когда же это уже все прекратится, когда же мы поедем отдыхать? Наверное, в этом и есть отличие, что как бы не было, все не так. В этом мы похожи. Но так или иначе, достаточно удобнее, комфортнее для организма, для души, когда тепло. Конечно. Когда ты в Латинске. Не может, когда хочется танцевать. Поэтому основные все-таки, основные социальные танцы, это сальса, танго, звук. Южные такие танцы. Кизомба, да, это южные танцы. Ну, отлично, мы вернулись опять социальным танцем. И давайте продолжим. Какое количество людей занимается под вашим началом? И вообще, как назовут, есть ли преподаватели какие-то, кто обучает людей? Не просто же они приходят. Я, например, приду, я вообще деревянный. Что я буду делать там? Кто меня научит, встретит и расскажет, что такое социальный танец? В Иркутске есть несколько школ, которые обучаются различным социальным танцам. Несколько? Несколько. Не одна. И, конечно, преподаватели знают, что это танцы не русские, это танцы других культур. И нужно, соответственно, нести не только шаги, но и саму идею этих танцев. И когда приходит кто-то, вот, например, Сережа, который утверждает, что он деревянный, хотя я не верю, если честно. Ну, относимся как к ребенку в хорошем смысле слова. То есть это с терпением, с заботой, с любовью приводим на дорожку социального танца, будь то танго или сальс. И, конечно, это люди взрослые. И поэтому более чувствительны к критике. Поэтому, предположим, вы уже взрослый человек, и первый раз решились, наконец, мечтали долго, пришли, и вы первый раз. То есть снова как будто в первом классе, да? И тут должно быть очень тонкое отношение именно с точки зрения подачи информации. Я знаю, что все профессори в Кенекусе tienen cuidado для того, чтобы делать процесс длинный и слабый, для того, чтобы человек сделал лентый. Поэтому все преподаватели дают информацию мягко, аккуратно, порционно, чтобы у человека было время, и у организма, и у головы, чтобы всю эту информацию уложить и, соответственно, чувствовать себя комфортно. И те преподаватели, которые имели возможность обучаться не только в Иркутске, но и, например, ездить на какие-то семинары, фестивали, в том числе, и, например, в Аргентину я знаю, что ребята ездили, и в том числе и мы. То есть уже понимаем не только фигуры как таковые, но и именно культурные элементы. То есть у меня такой вопрос. Вы, получается, обучаете именно каким-то базовым фигурам, но в основном это идет то, что изнутри импровизация. Я прочитала на днях очень хорошее выражение. Если ты умеешь обниматься, значит, ты уже умеешь танцевать. Ну, наверное, это действительно так. То есть, как мы понимаем, можно приходить и с парой, можно приходить и одному, и найти пару, и может даже что-то большее из этой пары сложится. Судьбу, возможно, можно. Например, мы встретились в Аргентине, я начала обучаться тангу здесь, потом поехала на пару недель для погружения, так сказать. И вот. И вот. И вот, собственно, что получилось. То есть, да, все верно. Если вы умеете обниматься, у вас есть хороший шанс ближе понять социальный танц. Этого недостаточно, но это один из важнейших элементов. Потому что в социальных танцах люди открываются, обмениваются друг другом какой-то энергией, какими-то чувствами, что вы хотите сказать, что вы хотите дать друг другу. Независимо от танца. То есть, если это танго аргентинское, то это, конечно, больше ностальгия, больше с какой-то стороны страсти, но не только страсти. Это может быть печаль, может быть страдание. Это такая полная самоотдача танцу. Абсолютно, да. Если есть полная самоотдача с обоих сторон, то это взаимообмен. И тогда это громадное удовольствие, которое сложно вот какими-то словами описать. Это действительно вот нечто волшебное. Поэтому многие говорят, что случилось танго, то есть прошла какая-то магия, которую сложно объяснить. Но когда ты ее почувствовал, тогда, о, вау. И то же самое, например, если это сальса. Это очень веселый танец. Это вот драйв. Это когда полностью тело отпускаешь, оно двигается. И голова совершенно не думает о проблемах ни вчерашними, ни сегодняшнего дня. И в этом вот как сразу зацепка. Почему идет, если раз пришли, понравилось, то потом это навсегда практически. У нас в России, наверное, это наша тоже общая черта. У нас каждую пятницу начинается драйв. Случайся танго. Это здорово, но еще круче встретить, найти самого себя в этом деле. Вот это, наверное, самое основное, к чему могут подтолкнуть вас социальные танцы. Дорогие друзья, у нас в гостях настоящие волшебники были. У нас сейчас тоже тут, хотя мы не танцевали, случилось танго, мы получили невероятное удовольствие от общения с вами. Спасибо, что развиваете эту культуру в нашем городе. Хорошо, что не забрали нашу красавицу к себе на побережье теплых вод, а приехали к нам в морозную Сибирь. Вы знаете, Леонида Агутина называют, его музыкальное движение называют замороженная румба. То есть это вроде как бы тоже что-то подвижное, но холодное сибирское. И вот мы хотим тоже, возможно, в скором времени появится замороженная бачата, замороженная сальса. Она уже есть, поэтому мы как раз хотим пригласить дорогих жителей города Иркутска сейчас зимой 3 февраля утром. Возможно, самое время подумать, а почему бы не добавить в мои дни чего-то более горячего, веселого и так далее. Поэтому приходите на занятия, достаточно много школ, которые, в принципе, открыты и всегда открыты круглый год для вас. Это танго аргентинское, это бачата, это сальса, кизомба, зуб. Я хотела бы сделать личное приглашение к мужчинам. И Алекс хочет отдельно, буквально, обратиться к джентльменам города Иркутска. Есть одна вещь, которую русские мужчины не догадываются. В Латинской Америке маскулинность, то есть мужские качества, выражаются через танец. И чем лучше танцует мужчина, тем больше он мачо. Я знаю, что здесь, возможно, немножко по-другому строится ощущение и стереотипы маскулинности. Но я разговаривала со многими русскими женщинами. С Москвы до Иркутска. Все женщины любят танцевать и все женщины любят мужчин, которые танцуют. Поэтому я приглашаю русских мужчин. Приходите в танцевальную школу, неважно, что вы будете танцевать. Приходите. Вы можете привезти свою девушку, свою жену, свою соседку. Можете никого не приводить, уверяю вас, девушки точно будут. Я гарантирую, что это сделает вас счастливыми. И мы гарантируем, что количество счастья в вашей жизни увеличится. Это абсолютно точно. И, кроме того, само ощущение удовольствия от танца – это бесплатно. Это невероятно просто. Спасибо, друзья. Спасибо вам большое за ваши социальные танцы, за ваше волшебство, за ваше приглашение. Однозначно в нашем городе станет больше счастливых людей. Не замерзших, а танцующих и уже таких любящих жизни, любящих танец. Спасибо, отличного дня. Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья. Немного рекордов. В книге рекордов Гиннеса зафиксирован такой мировой рекорд, как 37-летняя танцовщица из Индии протанцевала народный танец 123 часа и 15 минут. Как говорила сама танцовщица, что пошла она на такой рекорд из-за того, чтобы национальный танец ее страны был на достойном месте и чтобы о нем всегда помнили. Ну, мне кажется, чтобы о тебе всегда помнили и все тебя знали, твое творчество нужно просто выложить в интернет и не обязательно вовсе стремиться к книге рекордов. Я с тобой абсолютно согласен. Ну или хотя бы выкладывай свое творчество в нашу рубрику «Включайся». Всем доброе утро! Вы смотрите рубрику «Включайся». А поднимать ваше настроение и заряжать вас позитивом буду я, Ольга Анурева. Сегодня вас ждет три видеоролика с милыми зверюшками. Не будем тянуть, давайте скорее приступать к просмотру. Девиз собак из следующего видео «Танцуй всегда, танцуй везде, танцуй при любых обстоятельствах, танцуй на прогулке, танцуй даже когда спишь». Посмотрите, как они двигаются. Делаем звук громче, смотрим и танцуем-танцуем. Мы привыкли к тому, что милыми бывают собачки, котики, еноты, лемуры, панды. А вы знали, что и членистоногие бывают очень даже забавными? Например, паучки. Открою вам секрет, я пауков боюсь просто до жути, но герой следующего видео меня нисколько не напугал. Так что рахнофобы могут быть спокойны. Паучок из этого видео вам точно понравится. Ну и напоследок еще одно видео с забавными животными. Осторожно, уровень мимимишности просто зашкаливает. Почему? Потому что на видео с маленькой пандой наложили звук разговора маленького ребенка. Что получилось? Давайте-ка посмотрим. Я вадина. Нет, ты хорошая. Я вадина. Нет. Я вадина. Кто тебе сказал? Я вадина. Нет, ты Андрюш Криэль и будешь играть с игрушечками Машины. Нет. Как ты нет? Я вадина. Я вадина. Нельзя жадничать. Я вадина. Всем жадинам и нежадинам мы желаем хорошего дня. Вы смотрели рубрику «Включайся», а провела ее для вас я, Ольга Анурева. Пока-пока. Друзья, доброе утро даже тем, кто только что проснулся и открыл глазки. Сереж, кстати, тебе часто снятся сны? Ну вот сегодня и вчера снились. А что тебе снилось? Сегодня снились танцы, представляешь? Как ни странно, видимо, ты был впечатлением к предстоящему эфиру. А ты знал, кстати, что согласно сонникам видеть танцевальный зал, себя в танцевальном зале, танцевальный зал с танцующими людьми и так далее? Это к приятной встрече и хорошим новостям. Ну это прекрасно и я думаю, что в сонниках пишут правду теперь. Конечно, ведь прямо сейчас нас ждет приятная встреча с Юлей Кожевниковой, ведущей нашей рубрики «Астропрогноз». Надеюсь, у нее будут хорошие новости для грядущего дня. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире наша постоянная рубрика «Астропрогноз» в студии Юлия Кожевникова. Пятница, хоть и небольшой праздник, зато постоянный. Что приготовили нам звезды на предстоящие сутки, узнаем прямо сейчас. Гороскоп советует Овну в любых сложных ситуациях смело обращаться за помощью к единомышленникам. Тем более, что с вашей стороны в их адрес тоже была неоднократная поддержка. 3 февраля Тельцу нужно расширять связи, чтобы добиться успеха и признания. Вы полны энтузиазма и энергии, поэтому не пасуйте перед трудными задачами. В финансах потребуется строгая экономия. Если 3 февраля близнецы завершат некое срочное и важное дело, то уже могут рассчитывать на успех и прибыль. Только займитесь работой с утра, а не после полудня. Раку не стоит идти на поводу у своих эмоций. Сегодня не стоит заводить новые романтические знакомства. Они вряд ли приведут рака к серьезным и надежным отношениям. И на будущее держите в тайне свою личную жизнь. Гороскоп рекомендует Льву вступать в контакт с деловыми партнерами только после того, как он тщательно обдумает план на предстоящий месяц. Необходимо срочно расплатиться с кредиторами и вернуть долги друзьям. Сегодня для Девы минимальный риск будет только по благам. Поэтому можно использовать его на работе в решении финансовых проблем. Вечером Дева столкнется с ошибками прошлого. Поэтому нужно набраться терпения и спокойно обсудить ситуацию с родственниками. Весам в этот день нужно стать настоящим двигателем. Главное, не забывайте про передышку и режим. Гороскоп предсказывает весам реализацию самых дерзких желаний в личной жизни. Особенно, если вы заранее подготовили все предпосылки для их осуществления. Этот день покажет Скорпиону дорогу к профессионализму и признанию со стороны коллег. Вы так рьяно возьметесь за работу, что уже к вечеру перевыполните планы и отправитесь по гостям. Эмоции сегодня лучше держать в уезде. Иначе необоснованная ревность испортит отношения с избранником. Любовь строится на доверии, помните об этом. Стрельцу сегодня лучше оградить себя от любовных переживаний. Особенно, если вас уже давно тяготят отношения с человеком, с которым нет взаимопонимания. Козерогу в этот день нужно мыслить настолько оригинально и ново, насколько это возможно. Учтите, что от сегодняшних решений и проявлений будет зависеть ваша карьера на ближайший год. Водолеи, если сегодня у вас день рождения, то спешу поздравить вас не только с именинами, но и с началом благоприятного периода в жизни. Все, к чему вы стремились и о чем мечтали, исполнилось. Наслаждайтесь и пожинайте плоды своего труда. Звезды советуют вам уделять время родителям, а не только своей второй половине. Тем более, что вы и так достаточно окружаете заботой, спутникой жизни и превосходно выглядите. Отличный день для рыб, которые решили пройтись по магазинам и изменить имидж. 3 февраля вы сможете приобрести вещи со скидкой, а также предстать перед близкими людьми в новом и стильном образе. Для финансовых операций и вложений не лучшее время, а вот купить путевку в турагентстве уже пора. Особенно, если вы уже определились с выбором страны. Таким был астропрогноз на пятницу, 3 февраля. Дорогие друзья, проведите предстоящие выходные с удовольствием. Увидимся в понедельник. Друзья, доброе утро! 3 февраля на календаре. Нам сегодня хочется танцевать, ну и поэтому весь наш эфир посвящен именно танцам. А сколько же о танцах снято и о танцорах, фильмах, программах. Смотришь и сразу хочется танцевать. Давайте вспоминать «Шаг вперед» и все его части «Грязные танцы», «Короли танцпола». Ну, эти фильмы можно просто назвать классикой танцевального кино. А вот самой ожидаемой танцевальной премьерой 2017 года считается фильм «Матильда Ксишинская». Это российская историческая кинолента Алексея Учителя о преми-балерине Мариинского театра. Которая, как говорят в народе, крутила не только свои 32 фуэте, но и романы с великими русскими князьями. А чем нас порадует кинематограф в ближайшее время, узнаем из рубрики «Афиша». Доброе утро, дорогие друзья! Как настроение? Пора решить, как провести эту пятницу не только весело, но и с пользой. С вами рубрика «Афиша» и я ее ведущая, Александра Малых. Губернаторский симфонический оркестр вновь приглашает детей на свои концерты «Сказки с оркестром». Сегодня на сцене перед вами предстанет классический и добрый сюжет «Сказки Снегурочка». Вам приоткроется дверь в таинственный, завораживающий и загадочный мир с великим русским композитором Римским Корсаковым. Путешествие начинается! Рада представить вам грандиозное цирковое событие в Иркутском государственном цирке. Сегодня вы можете посмотреть незабываемое шоу «Слонов-великанов». Программа шоу очень яркая и насыщенная. На манеже вы увидите гимнастов, акробатов, жонглеров, номер с мыльными пузырями и, конечно же, наших четвероногих любимцев – арабских верблюдов, пони, лошадей и, конечно же, индийских слонов. Вчера на экранах страны стартовала американская лента «Космос между нами». Поэтому советую не терять зря время и посмотреть сегодня фильм от режиссера Питера Челсома. Научно-фантастическая приключенческая драма «Космос между нами» рассказывает романтическую историю отношений, мечтающие о звездах девочки и мальчика с Марса, который никогда не видел Землю. Интересный факт – «Космодром Америка» впервые стал площадкой для съемок. Во время съемочного процесса там присутствовало более 400 человек – актеров и статистов. На сегодня у меня все. Отличной вам пятницы и бодрости на все выходные. Увидимся уже в понедельник. Дорогие друзья, доброго утра! Мы надеялись, что посредством языка танца мы смогли передать позитивный настрой и зарядить положительными эмоциями вас на весь день. И сегодня наш танец окончен. Мы кланяемся и прощаемся с вами до следующей недели. Танцоры обычно перед шоу желают друг другу сломать ногу, что значит выступить идеально. Так вот сегодня мы вам желаем, чтобы все задуманное обязательно удалось. А вечер и выходные пусть пройдут под зажигательные ритмы танца. А мы напоминаем, что ты, зритель, тоже можешь стать частичкой нашего утреннего шоу. Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или у вас есть потрясающая новость, а может вам удалось запечатлеть что-то необычное или смешное, не ограничивайтесь инстаграмом. Присылайте свои видео нам на почту. Барабан собакаайс.тв.ру И лучшие из них выйдут в эфир и, конечно, будут награждены приятными призами. Ну а на этом мы говорим вам пока-пока, отличной пятницы и счастливых выходных. Счастлива! Субтитры подогнал Игорь Негода.